Ты прекрасней всех Христос воскрес! Значит Он живой? Значит Он сегодня здесь как живой? Значит Его любовь наполняет наши сердца? Значит Он наш Бог? Аллелуя! Тогда прыгни перед Господом и скажи Аллелуя! Мой Бог живой! Аллелуя! А то такое ощущение, что наш Бог не живой. Ну немножко постойте, пожалуйста. Мне хочется эту жертву принести Богу. Да, да, давайте, давайте чуть-чуть постоять. Я хочу почтить этим Бога. Аллелуя! О, мой Бог, наполни, это мы чтим Тебя, Господь. Ты говоришь, пусть весь народ придет и встанет передо мною. Мы сейчас стоим перед Тобою, Господь. Мы чтим Тебя, Боже. Мы Твои поклонники. Мы благодарим Тебя за Твою кровь. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, Боже. Ты висел на кресте, и тебе было тяжело. Но Ты не сошел с него, потому что Ты хотел спасти нас, Боже. Прости, что мы полчаса не можем стоять на ногах и поклониться Тебе. Боже, мы чтим этим, Господь. Мы чтим Тебя, а Бог мой, не просто наши уста, а сердцем мы чтим Тебя и благодарим Тебя, Дух Святой. Отец, я молюсь, чтобы сегодня слово коснулось к сердцам нашим, Боже. Чтобы никто отсюда не ушел таким, каким пришел, Боже. Измени каждого из нас во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа. И все сказали, благословите друг друга и присаживайтесь. И давайте сразу откроем 1 Петра, 1 глава. Спасибо, группа прославления, все было чудесно. Очень было сильно. Аминь. Давайте воздадим Богу славу за наше группа прославления. Аллилуйя. Мне понравилось последнее, я не знаю, вы, я выложил, я не помню, общее церковное выложили или нет, но группой прославления я это выставил. Там служила одна сестра, говорит, ты знаешь, говорит, талант может наполнить комнату. А Дух Святой открывает небеса. Аллилуйя. Помазание это сильное. Помазание это вообще сильное. Знаете, никто таких, люди, которые пугливые, люди, которые не жертвенны, люди, которые эгоисты, они никогда не поймут, что такое помазание. Знаешь, эгоист не поймет, что это такое помазание. Эгоист захочет, чтобы его помазание двигалось. Но его помазание только комнату наполняет. А помазание Божие наполняет сердца наши. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, братья и сестры, 1 Петра, 1 глава, я прочитаю, наверное, с 17 стиха, если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. 18 стих говорит, зная, зная, кто знает, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агонца, но драгоценную кровью Христа. Сегодня я буду говорить о силе крови Христа. Знаете, очень важно, чтобы мы понимали, что кровь Иисуса Христа имеет силу, потому что, смотрите, в книге Откровение пишется такое слово. И услышал я громкий голос, это 17 глава, давайте, с 10 стиха. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Не не настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветущий на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили Его кровью агонца и словом свидетельства Своего и не возлюбили души Своей даже до смерти. Итак, веселитесь. Это очень важно. Небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле и на море. Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Первое, что я хочу говорить, что это все истина. Почему? Потому что Библия написана Духом Святым и оно проникает в сердце наше. Оно не просто звучит как слово, оно не просто звучит как сказка, оно проникает в сердце. Если Библия была как сказка, так много противников не было Библии. Почему один человек очень умный, вышел, сказал, если нет Бога, а в кого не верят атеисты? Поняли, что я сказал? Вот точно так же. Это очень важно. Это очень реально. Потому что мы с нашим сердцем должны понять, что Бог живой, Бог есть и Он с нами. Аминь. И смотрите, говорит, веселитесь. Те, которые живут в небесах. То есть, которые живут в небесной жизни. Которые живут честно. Потому что те люди, которые остаются здесь, не живут честно. Которые не хотят быть Божьими людьми. Которые хотят быть, как они хотят. Говорит, горе вам. Потому что к вам как раз так идет дьявол с великой ярости. Что такое сила крови Христа? Это очень важно. Потому что это наша победа. Они победили его кровью Агонца. Но давайте первое поговорим о крови Христа. Что это такое кровь Христа? Знаете, есть очень важные моменты. У меня не будет времени в одной проповеди говорить о всех тех местах, где Иисус пролил кровь. Потому что очень важно все места, где пролил он кровь. Сколько на него было ран, места не было. На кресте, когда он высел, с его рук текла кровь. С его ног текла кровь. И потом помните, когда подошел к нему один из военных, сотник подошел, один из воинов. И пронзил его бок с боку, у него тоже потекла кровь и вода. Вы знаете, когда Бог сотворил первого человека, я буду немножко так вот объяснить эти моменты. А потом мы скажем об этой силе крови. Потому что это очень важно. Когда Бог сотворил Адама, потом привел к Адаму многих животных. Я так благодарю Бога, что Адам не слона выбрал для себя второго половины. Или не льва какого-то, или не яшерица какую-то выбрал Адам. И сказал, вот это как раз очень мне подходит. И это будет мне другом и второй половине. Я так благодарю Господа, что не дал Адаму этого делать. Аллилуйя, вы представляете, какова была бы наша судьба. Мы бы не представляли, что это такое. Но Бог сделал так, что из ребра Адама создали Еву. И Адам сказал, это кость и плоть. Это я, это от меня взято. И она будет называться женою. Потом прошло время, Бог призвал Иисуса Христа и сказал. Иисус Христос сказал такие слова. Я создам церковь, и врата ада не одолеют. Вы знаете, что церковь является невестой у Христа. И так как невеста взята была, или жена взята была с ребра Адама, а Иисус назван вторым Адамом, нужно было то же самое делать со вторым Адамом. И Бог открыл его бок, и оттуда потекла кровь и вода. И оттуда потекла церковь. Бог сотворили из этого церковь. Церковь омита кровью Иисуса Христа. Церковь не может заниматься самоочищением. Церковь не может стать хорошим без Иисуса Христа. Церковь не может очистить свои грехи без крови Иисуса Христа. Вот здесь и есть наша сила. Потому что дьявол имеет власть над человеком через грех. А кровь Иисуса Христа уничтожает грех. А когда уничтожается грех, дьявол уже не имеет власти над нами. У него остается только одна ложь. Обмануть, что кровь Христа не действует в твоей жизни. Но и у меня есть благая вещь для каждого из вас. Как только мы уверовали и сказали, Отец, прости все мои грехи. В этот же день Бог помазал тебя Духом твоим святым и просто кровью помазал костяки твоей жизни уже. Халилюя! Вся твоя жизнь, чтобы прийти к тебе. Помните, в Откровении написано, «Се, стою у дверей и стучу. Кто отворит, войду и в челюсть буду». То есть есть некая дверь, которая открывает путь к нашей жизни. Как раз эти двери помазаны кровью Агнца. И туда никто не войдет, потому что Богом защищена моя и твоя жизнь. Халилюя! И это очень важно. Поэтому я хочу прочитать Исход 12, 13. «И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Помните, это Пасха. Сегодня не Пасха у нас, но почему-то Бог дал мне это слово сказать, чтобы мы после этого, мы знаем об этом, но я хочу напоминать вас, что каждый из нас находится под заградой и защитой крови Христа. Это очень важная истина, которой мы забываем часто, и враг обманывает нас, потому что мы не представляем, где же эта кровь. Ведь это же невидимое. То было видимое. Понимаете, то взял Исуп, обмакнул в кровь, помазал костяки дверей, и когда ангел подошел, увидел кровь. Знаете, что это означало? Это означало, что кто-то уже умер. Здесь уже не надо приносить жертву. Здесь не нужно убить кого-то, здесь уже была жертва. И когда ангел видел кровь на косяках, он проходил мимо этой двери, потому что это была заместительная жертва. Это был признак заместительной жертвы, что здесь уже цена есть, здесь уже заплачено. Тут не нужно платить уже смертью, потому что здесь оплачено. Знаете, я однажды, меня пригласили в одном месте служить, я должен был служить в субботу утром, а пятница у меня было свободное время, я взял огромный плакат, может быть, кто-то помнит этот плакат, нарисовал там крест, и написал на кресте, оплачено. И поднял на высокое место, поставил вот так этот плакат, и все люди подходили ко мне, говорили, крест понятно, а почему написано оплачено? Я говорю, потому что за вашу жизнь уже оплачено. Вам не надо уже умереть. Кровь Иисуса Христа было принесено для того, чтобы ты и я жили свободно. И сегодня, вы знаете, что Иисус Христос умер, чтобы мы жили. Это очень важно. Это очень-очень важно. Тот человек, который еще до конца не понял, что его спасение, это цена крови Иисуса Христа, у него не будет сила. До сих пор, вы знаете, враг идет, посмотрите, чтобы его пройти и достигнуть до нас, он должен прийти к нам. Но он, когда приходит в нашу жизнь, он встречается при препятствии. И что это за препятствия? Это кровь Христа. Кровь Христа его препятствует, потому что он идет, чтобы убить, украсть, убить и погубить. А он идет, а Бог говорит, ты не сможешь пройти кровь, потому что этот человек под оградой и зашитой крови. Я сейчас скажу, как применить кровь. Каким образом? Потому что сегодня кровь невидима. Но знаете, что, братья и сестры, дорогая церковь, Бог дал власть в наших устах. Что мы говорим? Если я говорю, я не могу, да где эта кровь? Эта кровь теряет силу в нашей жизни. Но когда я утром стою, говорю, я под оградой и зашитой крови. Мой дом под оградой и зашитой крови Христа. Мои дети под оградой и зашитой крови Христа. Не имеет значения, чем они заняты, как они, но это сегодня так. Но дьявол, ты не пройдешь через эту кровь, потому что я провознашаю этот кровь как священник в своем доме на моих детей, на моих родных, близких, тех, которые живут в доме моем, за кого я думаю и переживаю. Они все покрыты кровью Иисуса Христа. Знаете, это своего рода смирение перед Богом. Когда мы говорим, Господь, я принимаю эту жертву, я смиряюсь перед Тобою. Я смиряюсь перед Тобою и принимаю. И я знаю, Отец, что косяки дверей моего дома помазаны кровью. Вы знаете, однажды, я еще был 2-3 года, может быть, с христианином, я шел по улице, у меня лезли мысли, 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 мысли. Иногда ты думаешь, что это уже чужая голова, столько мыслей там. И ты не знаешь, как бороться, как победить, проблемы, проблемы, мысли, 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 мысли. Я не знал, как победить. И вдруг я остановился, и Дух Святой проговорил ко мне. Он не может прийти к тебе, потому что ты под оградой и защитой моей крови. Просто тебе надо об этом говорить. Открой уста и говори, что ты под оградой и защитой крови Христа, что ты под покровом Всевышнего, что твой Бог, Он не оставил тебя. Мы думаем, как? Мы хотим сами побеждать. Мы стоим возле стены, толкаем эту стену, но Бог говорит, да не надо толкать стену. Я дверь в любой твоей ситуации. Как только ты поймешь, что я дверь в твоей ситуации, стену толкать не надо, просто надо в дверь войти и все. Многие просто уже устали толкать свою ситуацию, обстоятельства, а Бог говорит, слушай, просто скажи, что моя кровь, кровь Сына Моего искупила тебя. Просто живи, как искупленный человек. Не живи, как просто какой-то, нуждающийся, нищий человек. Я говорю о духовных вещах, братья и сестры. В духовном мире у нас есть сила, у нас есть власть. Почему? Потому что Бог сказал, вы царственное священство. Вы знаете, я прочитал одно, одно такое цитата, или может быть такое, ну как бы тезис такой, что бедный дьявол, у него даже ключи от своего дома даже нет. Знаете почему? потому что Иисус забрал ключи ада и смерти. Представляете, ключи ада и смерти у Иисуса. Мы уже никогда не попадем в ад, потому что мы призвали имя Иисуса Христа. У нас не, мы богатые люди духовно, мы имеем духовное состояние, внутри нас духовная сила, внутри нас помазание Иисуса Христа, на нас Дух Святой. Но иногда мы перед такими маленькими вещами останавливаемся, но везде сила в крови Иисуса Христа. Он Бог наш. И не только Он Бог наш, и не только Он умер и сказал, все, теперь вот бой Бог пронзили, как апостоли, потом ушли, они шли разочарованные, двое шли в Эмаус, думали, вот, мы думали, так будет. Те закрыли двери, спрятались там, Иисус пришел к ним, они не поняли Его, пришел через дверь и говорит, слушайте, посмотрите на мои руки, посмотрите на мой Бог, моя кровь была пролита за вас, вы что боязливые такие, вы почему боитесь? Да на нас нету помазания, Господь, нам нужна вторая глава Деяния Святых Апостолов, нам нужно, чтобы ты сказал и сойдет на вас Дух Святой и будьте моими свидетелями, ой, я не могу победить грех, да никто еще не победил грех, против греха они воюют, а умирают для греха, когда человек умер для греха, грех уже не будет иметь власти в ее жизни, и кровь Иисуса Христа, это наша сила, ты когда стоишь перед Богом, поднимаешь руку и говоришь, кровь Иисуса Христа на меня, вы знаете, десять тысяч километров вокруг тебя сатана на колени становится, бесы на колени становятся, потому что они боятся крови Иисуса Христа, одной капли крови достаточно, чтобы разрушить весь ад, одной капли крови достаточно Иисуса Христа, чтобы я и ты были победителями, и это очень важно, и посмотрите, тут написано, что Матфея 26, 28, ибо сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во спасение грехов, понимаете, когда израильский народ выходили из пустыни, когда совершили Пасху, помазали костяки двеней кровью, ангель-губитель не вошел туда, но они не стали святыми, они не умерли, но они святыми не стали, как были грешниками, так и остались грешниками, а кровь нового завета, кровь Христа, которой мы помазали косяки жизни, двери жизни нашей, мы от этой крови еще и стали святыми, братья и сестры, святой божий народ, святой божий народ, которых Бог призвал, очистил кровью своей святой, поднял, даровал дар Духа Святого, мы запечатлели Духом Святым в день искупления нашего, аллилуйя, Бог даровал его кровь, чтобы мы сегодня жили и радовались, мы стали святыми людьми, аллилуйя. Вы знаете, очень много обманывал сатана, это клеветник, это дьявол переводится как клеветник, он лжет, он обманывает, да говорит, посмотри на твою жизнь, посмотри на твои дела, посмотри на твои грехи, разве ты святой Божий? да нет, братья и сестры, куда мы смотрим, в тот образ и преображаемся, поэтому он не хочет, чтобы мы на это смотрели, поэтому он не хочет, чтобы мы смотрели на нашу слабость, поэтому хочет, чтобы мы смотрели на то, что у нас не получается, но давайте примем решение, потому что в этом наша сила, давайте смотреть на то, что у нас получается, ну почему мы должны смотреть на то, что у нас не получается, ну давайте посмотрим на то, что у нас получается, но получается молиться, Ну смотри на это и молись, получается читать хотя бы одно слово из Библии, начни одно слово из Библии, провозглашай кровь Иисуса на меня, на моих детей, на мой дом, на мое имущество, аллилуйя, я полностью сокрыт, я мыть кровью огонца. Я помню одну историю, когда одна покаялась из тех людей, которые раньше служили врагу, дьяволу, и она покаялась, когда она увидела нечто особенное, что она увидела, она говорит, мы медитировали и вышли из тела, и нам надо было убить одного пастора, потому что он мешал нам в городе, он проповедовал громко, он говорил о крови Христа, и он мешал нам, аллилуйя. И мы, говорит, пошли туда к дому ему, чтобы делать ему вредное, и мы пришли, говорит, а они там дома поклонялись Богу и пели про крови, и говорит, мы подошли к ему дому, такие смелые, и говорит, мы увидели чудо, весь дом был окружен ангелами, и мы, говорит, не могли ничего делать, мы должны бодрствовать в домах наших, братья и сестры. И говорит, мы подошли, и хотели пройти, такие ангели стоят, о, Бог мой, я когда это услышал, я представил, где бы я ни находился, в доме ли в улице, в гостях ли, или где бы я ни находился, я окружен ангелами Божьими. Почему? Потому что 90-й Псалом говорит, а ангелам что сделано? Заповедано. Я так скажу, приказано, повелено, чтобы нас защищали. Но вы знаете, что мы ангелами не ограничиваемся. Ангели – это самое такое слабое звено в нашем защите. Мы защищены кровью агонца. Даже если ангелы пройдут, но кровь агонца не пройдут. Никто не может пройти через кровь агонца и достигнуть до нас, если мы в это верим, если это мы исповедуем. Потому что это не пустые слова. И я не верю такого Бога, который не может освободиться от сигарет, который не может освободиться от греха. Я не верю в такого Бога, который не может защитить, который не может исцелить. Просто он спрашивает, проверь сердце, что ты хочешь. Аминь, помните? Аллилуйя. Но еще и очень важное место, Евреям 9,14. То коль мы пачи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Аллилуйя. Все думают, что я таким родился. Да нет, 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 нет. Я не был, я хуже был всех вас. Здесь нету такого человека, который был бы хуже меня. Я был 10 раз хуже. Но, слушайте, но есть сила в крови Христа. Но есть сила, когда ты говоришь, Бог мой, я нуждаюсь в тебе. Но есть сила, когда ты даешь Богу очистить совесть твою. Ты даешь Богу, чтобы Он обновил твою совесть. И после этого ты можешь поднять смело руку и сказать, мой Бог живой. Аллилуйя. Евреям 10,19. Итак, братья, имея дерзновение, входить в святое святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым. Путем новым и живым. Есть мертвая религия, которая говорит, зачем тебе что-то живое. Вот иди, здесь есть много неживых людей. Вот, молись перед этой неживой человеком, перед этим неживим, перед этим неживим. А зачем тебе живое? Знаете почему? Потому что все живое, оно растет. Все живое движется, братья и сестры. И движение есть жизнь. Живое, оно живое всегда. Я должен был принести сюда два цветка. Один искусственный, другой неискусственный. Они ничем не отличаются друг от друга. Даже настолько мастерство употреблено и настолько классно сделано, даже перепутаешь, где живое, где неживое. Знаете, чем они отличаются? В одном нету жизни, а в другом есть жизнь. Если посадим эту в самую лучшую почву, сделаем много удобрения, навоза обложим, все равно расти не будет. А если этот цветок, в котором жизнь, положить в землю, даже если не удобрить, даже если ничего не дать, если есть жизнь, то этой земли достаточно, чтобы оно начало расти. Поэтому много христианец, они говорят, да уже не знаю, что делать. Ничего не меняется. Да жизни нету. Да нету того стремления, чтобы сказать, Христос, я твой, ты мой. Нету жизни, поэтому и ничего не получается. Нету стремления к Богу, чтобы сказать, Кровь Иисуса меня защитила. Ой, не знаю, служить ли дальше мне или нет. Я слабый, нужно какого-то. Ну, вы знаете, никто из нас, сидящих здесь, нет, не слабый, если только Дух Божий живет в вас. А если кто Духа Божия не имеет, тот и не Его. Просто не Его, хоть служи, хоть не служи. Хоть лежи, хоть с тобой, хоть беги, хоть что хочешь, сделай. А я же не знаю, Бог дал мне Дух или не дал. Я верю в Слово Божие. Он говорит, вы запечатлели Духом Святым в день. Не когда сегодня я проповедую, а в день искупления вашего. То есть тот день, когда вы сказали, Иисус, я твой. Тот день, когда вы говорили, Бог мой, я каюсь перед тобой. Он взял такой металлический, круглый, такой штамп Духа Святого. И тебе как в лоб дал. И до сих пор он вот здесь. Что, не видно, что ли? Вот и имеем те разновения входить путем новым и живем в святое святых. Ой, не знаю сегодня. Ой, сколько, сколько. Да входи, иди, зайди и скажи, аллилуйя. Я здесь. Такой, какой я есть. У меня вчера не получилось. И утро не получилось. И ночью тоже не получилось. Но у меня есть обытование. Придим в святое святых путем новым и живим через кровь Иисуса Христа, который меня ломит. Отец, я здесь, потому что ты звал меня. Ты позвал меня. Ты сказал, теперь путь новый. Приди ко мне. Заходи сюда. Ой, и ты знаешь, папа, я ошибся. Вы знаете, мы сами живем на девятом этаже, и дети играют внизу, и мой сын там пачкается, грязный вес носа, капает грязь, поднимается наверх. Я что, его рублю и в мусорку кидаю, что ли? Я его мою. Я его в ванну. И мы думаем, прийти Богу, что он мне скажет? Да он скажет, молодец! Это и есть вера наша, побеждающий мир. Не знаю, прийти или не прийти, да. Слушайте, ну, вы знаете, я бы, конечно, я не хочу, чтобы этого было. Но если бы была какая-то середина, ни к Богу, ни к дьяволу, но какая-то середина, все человечество было бы на середине. Никто не пошел бы ни к Богу, ни к дьяволу. Все бы стояли вот так, даже если вот так надо было, и вот так стояли бы. Лишь бы было бы середина. Но слава Богу, что нет середины. Если бы не с Богом, то мы с дьяволом, и все. Конец. Верч. Все. Аллилуйя. Все Нету другого Я вам говорю честно Если бы было середина Я сам бы первый там стоял бы Но у меня нету другого выбора Халилюя Я хочу дальше идти Тут говорится Они победили его кровью Агонца И не останавливается Тут и свидетельством Слово свидетельством моего Не радоваться тех свидетельств Которые делают другие Это хорошо Когда мы хлопаем Когда кто-то свидетельствует А какое у тебя свидетельство Вот сегодня проверь Давайте сделаем проверку Какое же у меня свидетельство сегодня О чем я могу рассказывать Чем я побеждаю Тем что у меня Куча сплетни в голове Тем что у меня В воображениях Я уже великий служитель Покажи какого-то человека Который ты привел в церковь Покажи его Скажи Вот Иисус стоял перед Богом И сказал Вот отец Я и дети Которые ты мне дал Вот это свидетельство мощное Господи А где мое свидетельство Знаете почему нету свидетельства Потому что отсутствует первая часть Иногда я смотрю Как нежно люди спят на собрании Или знаете я вижу что человек пришел Но сам ушел Принес тело Положил на съедение Потому что ему надо быть здесь И сам ушел по своим делам Вернитесь пожалуйста У вас никогда ничего не получится Если вы не будете бодрствовать Я же не просто говорю проводить время Я всю неделю мучаюсь Тружусь Молюсь Ищу Господь дай слово Чтобы прийти И вот тут спали Я в следующий раз Койки принесу с собой Или вообще стулья уберу Аллилуйя Будем стоять два часа перед Господом Аллилуйя Ну а что Ну давайте Или мы христиане Или мы просто игры играем Или мы шутим Давайте понять Что кровь Христа Имеет силу в нас В нашей жизни Мы не просто Уверовали То были сильными грешными И сейчас еле-еле держусь Да разве так Дал Бог нам жизнь То был грешником Наслаждался А сейчас нельзя Ну как Но Бог хочет Чтобы мы были победителями Знаете Церковь не убежит Из этого мира Церковь пройдет Как победитель Среди мира Он пойдет С поднятой головой Вы знаете Мне нравится Дух победителя Мне нравится Когда человек Он внутри победитель Мне нравится Когда человек Понял Что сделал Христос Мне нравится Когда человек Смотрит на Христа И говорит Вот мой пример Потому что он Даже не прикидывался Когда его избили Аллилуйя Я кому-то говорю Словом свидетельства Это что за слово Это не Библия Братья и сестры Это не цитировать Псалом Это не религиозные Ритуали Это ничего Это Знаете Младенцу нормально Когда говорят Громкие слова Но человек Который уже вырос У него слова И дела даже не соответствуют Вот это свидетельство Если я говорю Что я зрели Христианин Сразу Мы Смотрим На Плоды Аминь Если человек Говорит Я младенец Потому что я когда задаю вопрос Особенно в молодежном Например По верности По десятибалльной шкале Нормально Когда младенец Говорит У меня девять с половиной Но если это говорит Зрели христианин То сразу ты смотришь На плоды Знаете Зрели христиане Обычно говорят Ну два-три А младенцы говорят Ну девять Хотел бы десять Но чуть-чуть Есть там у меня Но это нормально Вы не думаете Что это ненормально Это нормально Потому что приходит время Слова становятся делами Вы поняли И свидетельство Это как раз таки Тогда Когда Помните Он Иисус перед кем Свидетельствовал Перед Понтипилатом Когда серьезный момент И когда ты видишь Что идет борьба Ты поднимаешь руку И говоришь Я Христианин Я не предам Моего Господа Хочется что-то делать Такое Вы знаете Враг Он везде враг Вы понимаете Он не смотрит Это епископ Или родовой член церкви Он вчера покаялся Или поздно Если он искушал Иисуса Он будет искушать и нас Но Потерпевшие до конца Спасутся Это очень важно Потому что Мы должны понять Что мое свидетельство Что это такое Мое свидетельство Где бы я ни находился Я остаюсь Христианином И тогда не чужие Не твои А чужие уста Хвалят тебя Говорят Слушай Это на самом деле Божий человек Это на самом деле Вот слушайте Вот это Вот мы бы хотели Чтобы у нас тоже В семье было так Мы бы хотели Чтобы с детьми моими Было так Куда вы ходите Вы какие-то Не такие В какую-то церковь Ходите Помните Такой случай Когда Один милиционер За границей Забрал Одну машину В Станцию Чтобы проверить Документы Проверили документы И Он вышел Попросил прощения Говорит Извините Все в порядке Можете ехать Она говорит Скажите пожалуйста Почему вы меня Остановили Почему начали Проверять документы Я в чем-то Провинился Ты знаешь Сестра Извини конечно Я верующий человек Но когда Посмотрел на твою машину Увидел рыбку Я подумал Это верующий человек Но увидел Как ты кричишь Орешь Я подумал Я подумал Что ты украла Эту машину Потому что Если есть рыбка Так не ведут себя Я говорю Я привел тебя На участок Проверить Не украла ли ты Машину Моей сестре Вот свидетельство Или Случай такой Когда гаишник Останавливает Одного пастора А тот бежит На служение Едет Со скоростью Он останавливает Говорит Вы знаете Молодой человек Бог любит вас Вы если будете Так ездить Вы откуда знаете Что случится Поэтому если бы Если бы Вы уверовали Вы бы не ездили Так как сейчас Вы ездите Он свидетельствовал В самом году Я повесил голову Сказал Простите Я найду Ближайшую церковь И покаюсь Это свидетельство Которое должно Сопровождать Вы знаете Как обидно мне Когда мне Звонят и говорят Слушай Вот тут такой человек Пьяный валяется Это не из вашей церкви Случайно А что мне сказать Мы же не бросим своих Я говорю Да Но пожалуйста Помогите Вы знаете Так важно Когда мне звонят И говорят Такие вещи Я внутри себя Мне больно становится Но я ничего не могу делать Как только просто сказать Господь Прости Просто этот человек Не понял Что есть сила В крови Христа Знаете Мы думаем Я никогда Больше не предам Моего Господа Я уверовал Больше не предам Каждый грех Это предательство Господу Каждый тайный грех Это опять На крест Поднимать Христа И распинать Его Опять на кресте Каждая тайная То что мы делаем Потому что Бог Есть Бог Тайных наших Братья и сестры Не то что вы видите А то что спрятано В домах наших Помните Взял один человек Полюбил там Золото И пару одежд И Бог сказал Грех в Израиле Грех Это не свидетельство А свидетельство Хорошее Когда мы стоим Перед Богом Поднимаем руку И говорим Господь Спасибо Тебе За Твою кровь Которым я Амит И очищен И знаете что И когда ты Берешь одного Человека Вот встретили Одного человека В Краснодаре Я его увидел Я говорю О класс Иди сюда Говорю Этот Давай вместе Помолимся Грозья Он говорит Ты знаешь Я не готов Сейчас молиться Я говорю А что значит Не готов молиться Это что значит Это что за свидетельство Любое время В любом месте Когда тебя Просят молиться Или ночью К тебе кто-то приходит Или звонок Приходит молиться Если ты не готов молиться Если ты не готов Провозглашать истину Если ты говоришь Я слаб Слушайте Сегодня у меня Есть благая весть Для вас Вы не слабы Вы помазанные люди На нас Дух Святой Никогда не уничижайте Того Духа Который Бог дал нам Но Есть другая крайность Когда себя представляем Таким великим Знаете Без Бога Мы на самом деле Ничто Только Бог Может нас поднимать Поэтому Когда я вижу Что Но человек Он без Бога Хочет себе показать Это тоже плохое Свидетельство Как будто Бог что-то не сделал Что-то оставил И ты хочешь Это дополнить Своим Плотским умом И ты Хочешь просто Это свидетельство Которое ты хочешь Делать Пред духовным миром Оно не приносит Славу Господу Все что не приносит Славу Господу Это Разрушит Нашу жизнь Все что не приносит Славу Господу В нашей жизни Это разрушает Нашу жизнь И Слово Божие Говорит Если вам скажут Что Бог там Не идите Если скажут Там не идите Вот Бог Внутри вас есть Если вы еще Не познакомились С тем Богом Который внутри вас Вы будете искать Везде Бога Но Бог живет Внутри сердца Каждого человека И следующий пункт Который я хочу Говорить Это Отвергнуть душу Вообще Во втором пункте Диана 1.8 Но вы примите силу Когда сойдет на вас Дух Святой И будете мне Свидетелями Вот оно Вот тайна Свидетельство Дух Святой Отвергнуть душу Свою Вот был один человек Собрал много урожая И говорит Сейчас скажу Душе моей Живи И наслаждайся Что делай Разрушите старые Кладовые Сделай новые Собери туда все пшеницу И наслаждайся Душа моя А Бог говорит Глупый ты человек Сегодня же Заберу Душу Твою Что такое Отвергнуть душу Многие Живут в христианской Жизни Душевной Жизнью Многие Христа Представляют Душевно На уровне Души На уровне Разума Разум Это часть Души Чтобы понять Бога Надо отвергнуть Разум Ты скажешь Что ты говоришь Да Слово Третья притча Говорит Не полагайся На разум Твой Но сердце Открывай Перед Богом Многие люди Которые даже Сегодня присутствуют Они не понимают Бога Потому что у них Сердца закрыты Они на уровне Души Познали Христа А Библия говорит Отвергни душу Чтобы на уровне Духа Меня познать Чтобы познать Меня внутренним Человеком Куда и приходит Кровь и действует Мощно и сильно Чтобы понять Бога Надо открыть Сердце Разум Бога Не поймем Вы знаете Один раз Один человек Мне позвонили Говорит В разуме моем Не помещается Я не могу Понять Бога Я ему сказал Слушай дорогой Я уже 20 лет Питаю с разумом Бога понять Я до сих пор Не понял Его Но когда я открываю Мое сердце Я ощущаю Его любовь Когда я открываю Мое сердце И от сердца Говорю Иисус Ты мой Бог И Спаситель Я ощущаю Его любовь И тогда Кровь Иисуса Христа Омывает И очищает Меня И потом Братья и сестры Что значит Отвергнуть душу Это когда Вот как раз Таки Смотрите Что делает враг Отвергнуть душу Это когда Мы собираемся Вместе Особенно На домашней церкви Я понимаю Что очень удобно Общаться на уровне души Но если мы не будем Общаться на уровне духа Кровь Христа Не омоет нас Братья и сестры Когда мы имеем Общение Друг с другом Тогда Кровь Христа Омывает нас Когда идет Душевное общение Кровь Христа Не омоет нас Почему Многие домашние церкви В итоге У них не получается Почему Либо Они хотят Разумом понять Бога Они хотят Философствовать Но Бог есть Дух Бог есть Вода Бог есть Огонь Бог есть Ветер Вы понимаете Мы это не поймем Разумом И Бог есть Любовь И где же Это любовь Если питаемся Разумом понять Но когда мы Отвергаем душу Все желания Души Которые есть Мы начинаем Сердцем Понимать Бога Вы знаете Иисус Христос Бог Моего Сердца Иисус Христос Бог Моего Сердца Аллилуйя Я хочу Я хочу Чтобы каждый Человек Понимал Что Иисус Христос Это Бог Его сердце А то мы Утром будем Вставать И сказать Ну где же ты Бог Где же ты Бог Бог никогда Не придет Так как мы Говорим Где же ты Бог Но когда мы Открываем Своё сердце Мы видим Бог Там Аминь И посмотрите Матфея 8 глава 34 стих И подозав народ С учениками Своими Сказали Кто хочет идти За мною Отвергни себя И возьми Крест Свою И следуй за мною Ибо кто хочет Душу свою Сберечь Тот потеряет Ее А кто потеряет Душу свою Ради меня И Евангелие Тот Сбережет Ее Душа Многое хочет Душа Хочет На канарах Отдыхать Но это Не плохо Но то что Хочет Душа Всегда Противно Духу Потому что Они противятся Плоть и Дух Они противятся Друг другу Никогда Плоть нам Не скажет Почитай Библию Он скажет Пей Наслаждайся Пей Наслаждайся Отдыхай Работай 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 Тебе знаешь Сколько денег Надо А сколько надо Ведь никто Не знает Сколько надо Я спросил Одного человека Который очень богат Я говорю Слушай Ну ты Ты куда деваешь Деньги Какие деньги У меня не хватает Вот так нужны Деньги Я думаю Если ему нужны А что мне сказать Я еще не видела Одного человека Ни одного Который бы сказал Все достаточно Я больше денег Не хочу Нету таких людей Поэтому невозможно Все деньги заработать Но когда мы отвергаем душу Меня звонили из банка Говорят Вам нужны деньги Я говорю Нет Она говорит А зачем Я говорю Я не нуждаюсь в деньгах Первый человек Что не нуждается в деньгах А что у вас их много Я говорю А что от этого что-то зависит Она говорит Точно Я говорю Ну же ли Из-за того что я не нуждаюсь в деньгах Много денег у меня Да нет У меня понимание Просто другое Дорогая Она Ааа Я говорю Надо будет позовы Будем учить в банке у вас Как правильно Работать с деньгами Потому что Если наше понимание Не отвергнуто Если мы не живем верою Если внутри В нашем сердце Нету Бога И наше упование В нашей финансе И нашем разуме То скоро наш Бог поменяется Я увидел сегодня фотку Мне Рузана показала Нарисовано было Веси Сердце и деньги Сердце было наверху Деньги были внизу Перевес Любовь Никогда не будет Весеть Меньше Чем все остальное На этом свете Всегда любовь На высшем уровне И никакими деньгами Не купишь любовь Можно там Ну Какие-то желания Купить Деньгами Но никогда Ты не купишь Любовь Поэтому Я хочу Чтобы вы Сегодня Сделали выводы В своем Своей жизни Подумали Что у тебя Стоит на первом месте Твое сердце Тот Бог Который в твоем сердце Твои желания И какое у тебя Свидетельство Знаете Бог Поругаем Не бывает Что посеет человек То и пожнет Сеющий в плоть Пожнет от плоти тление Сеющий в дух Пожнет от духа Жизнь вечную Знаете Это Это предложение Это выбор А поступаем Или делаем Так как Мы хотим Бог никогда Не возьмет За руки наши И не будет сесть Там где нужно Бог дал выбор нам И тогда Наше свидетельство Будет очевиден Все смотрящие Его скажут Слушай Аллилуйя Бог Воистине С этим Человеком Аллилуйя Аминь Слава Богу Я хочу Чтобы мы Сделали Маленький итог Такой Маленький итог Сила Крови Христа Запомните Я и ты Искуплены Дорогою Ценою Пункт Номер один Это есть Драгоценная Кров Христа Номер два Когда мы Понимаем И принимаем То искупление Которое Бог даровал Нам Мы имеем Хорошее Доброе Свидетельство Мы можем Говорить Вы знаете Кто такой Свидетель Это очевидец Не просто Кто-то Услышал И рассказывает Это не Канонический Свидетель А свидетель Который Увидел 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 Своё спасение Я был Слеп А теперь Вижу Я Страдал От болезни Я страдал От проклятия Моя душа Страдала Сегодня Я Свободный Человек Поэтому Свидетельство Когда бы Не было Спасенный Человек Искупленный Кровью Иисуса Христа Человек Он никогда Не задумается Спасен ли Он Или нет Рожден Или нет Хоть ночью Подними Ночью Просто Ночью Подними И скажи Ты спасен Да Да Дай спать Я давно Спасен Дай спать Почему Он Спасен И Не знаю Ты знаешь Мы утром Посмотрим В Библии Я спасен Или нет Я не хочу С тобой Библию Смотреть Потому что Ты испортишь Меня Ты сам Не понял Что спасен Хочешь Не отвергнет Будешь служить Мною Будешь Мне Помогать Служение Утром Или вечером Я уже Не помню Звонит Один человек Говорит Вы как Поставили Его служителем А вы Знаете Его жизнь Я говорю Когда Вы встретились С ним Последний раз Она говорит Месяц назад Я говорю А вы знаете Он вчера По кальций И Бог Его простил Вы представляете Бог простил Его Она говорит Да вы что Я говорю Да Сто процентно Бог Его простил Вот Бог Такой Бог Понимаете Это мы Усложняем Все Это мы Слава Богу Что Бог Не дал нам Ключи Ада И смерти Бог дал нам Ключи Рая И жизни Если бы Он давал Другие Ключи Мы бы Всех Заключили Мы там И спокойно Сидели Было Так Все Больше Никого Нету Но Он дал Туда Где узкий Путь Где широкий Путь Ключи Не нужно Он дал Ключи Узкого Путя Чтобы мы Говорили Что Иисус Христос Сегодня Спаситель Аминь Слава Богу Может быть Кто-то Захочет Сегодня Все равно Отдать Сердце Господу Потому что Без этого Христианская Жизнь Не получится Я помню Когда я Пришел Первый раз В церковь Мне даже Никто не Говорил Что нужно Покаяться Нужно Повторить Эти слова Что нужно Наповедник Кричал Иисус Зовет Тебя Отдай Сердце Богу Я понимал Что это Мое Я знаю Что рано Или поздно Мое сердце Надо Отдать Богу Но я Не знал Как это Делать И не то Что Не знал Было Внутри Меня Такой Лом Который Никто Не мог Согнуть Это Мой Эгоизм Я стоял И думал Как Мне Сейчас Выйти 3000 Человек Сидят Мне Выйти Туда Чтобы Грешник Прости Меня Христос Как Так Можно Делать Или Выйти Перед Богом И покаяться Я же Правильно Живу Уже 30 лет Мне было 30 лет Когда я Покаясь И что Я когда Покаясь Я ощущаю Что все Мои Планы Рухнут Потому Что Я должен Принимать Иисуса Христа И жить В любви Братья Я не знаю Почему Я это Говорю Аллилуйя Но я Знаю Одно Многим Просто Надо Этот Гибким Перед Богом Научиться Стать На колени Научиться Славить Бога Научиться Стоять Перед Богом Все Служение Научиться Почитать Людей Которые Служат В церкви Это Очень Важно Братья И сестры Почитай Отца И мать Это Очень Важно Многие Тут Почти Очень Многие Тут Родились Через Это Служение Через Наше Служение Вам Я не говорю, потому что я являюсь пастором. Нет, это принцип благословения. Долго будешь жить, долго будешь жить. Многие падают сегодня в церкви, потому что они не уважают. Они поняли, что это пастор. Когда были грешниками, подходили, слезы, помогите. Потом, ну, воспряли, руки выровнялись, грудь пошел вперед, уже стали сильными. Ведь теперь зачем? Надо уважать, надо любить. Не то, что уважать, еще и любить надо. Ну, как так? Я понимаю, мне нелегко любить, но, видите, у меня есть жена. Значит, есть возможности. Это у кого нету жены, пусть тот думает, почему нету жены. Не, не, это все нормально, аллилуйя. Может быть, кто-то хочет обновить свое покаяние перед Богом. Может быть, хочет сказать, Господь, я... Ты прекрасней всех, я снова восхищаюсь. Ты прекрасней всех, сейчас, как никогда. Ты прекрасней всех, люблю и поклоняюсь. И мне так хорошо с тобой все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова